Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать играть с модом Пиксельмон, а точнее, дальше продолжим путешествовать в мире покемонов. Ребята, перед тем, как продолжить нашу серию, а не забываем, потому что сегодня она опять будет длиться целый час, ребята, вы себе не представляете, как это много времени занимает и сил для того, чтобы сделать часовую серию, поэтому я думаю, я хотя бы хочу надеяться, что вы тоже меня как-то сможете отблагодарить, поэтому, ребята, перед этим давайте-ка все-таки посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, мы опять продолжаем, и сегодня у нас опять часовая серия. В принципе, так же, как я обещал вчера, ребята, я слово свое сдерживаю, вот сейчас, видите, то, что все-таки часовая серия вышла второй день подряд. Это, ребята, мне кажется, какой-то признак, то, что скоро будет реально апокалипсис, потому что две серии подряд, то есть каждый день по новой серии Пиксельмона, и то, что они еще длится по одному часу, ребята, это что-то новенькое, честное слово. Ага, но все же, ребята, я еще раз хочу вам сказать спасибо, в принципе, так же мы не будем никуда спешить, у нас еще целый час впереди, поэтому, ребята, мы посмотрим, но я, я как, как, как даже вчера я хочу вам сказать, ребята, большое спасибо, потому что за один день с утра к вечеру мы набрали, сколько мы набрали, ребята, мы набрали опять практически полторы тысячи лайков, в связи с тем, то, что вышла серия, да, то есть вы опять так захотели новую серию Пиксельмона, чтобы она вышла на следующий день, и чтобы она опять длилась целый час, то, что мы реально набрали около полторы тысячи лайков, если я хорошо помню. Поэтому, ребята, офигеть, еще раз вам большое спасибо за это, но если вы хотите больше серии Пиксельмона, чтобы и завтра еще одна серия Пиксельмона вышла, и я уже не знаю, час она, не знаю, будет ли длиться или нет, мне кажется, вряд ли, потому что все-таки я завтра с работы приду, но хотя бы постараюсь сделать ее тоже очень долго, и, в принципе, если вы хотите, чтобы серия вышла завтра. Ребята, в первую очередь, вы действительно сделаете меня счастливым, потому что каждый лайк для меня важен, и это реально ваша благодарность за то, что я делаю серии. А моя благодарность вам, то, что я выпускаю серии, пытаюсь сделать их как можно дольше, и как больше с вами, ребята, общаться. Честное слово, если мы наберем тысячу лайков, то завтра выйдет еще одна серия Пиксельмона, я также постараюсь сделать ее очень длинной. Ребята, также не забываем... Синтакюл у нас есть? Также не забываем комментировать видео, оставлять свои вопросы под видео, потому что я читаю каждый, каждый, каждый ваш вопрос. Да, ребята, я читаю каждый ваш вопрос, и также я постараюсь ответить на них, потому что, как видите, я действительно очень часто общаюсь со своими друзьями, подписчиками, и то, что я хотел как раз только что сказать, то, что я действительно отношусь к своим подписчикам как к друзьям. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, если хочешь вот так со мной общаться, то все, что тебе требуется, это просто подписаться на мой канал. Я прям каждого с вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Я действительно буду этому очень сильно рад. Я рад каждому новому подписчику. И если ты хочешь также со мной общаться, задавать вопросы в комментариях, да, и в принципе просто-напросто со мной дружить, то, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, и также оставляйте свои комментарии под видео. Я буду очень сильно этому рад. Я еще раз, ребята, вам говорю. Тысяча лайков, завтра выходит опять новая серия. На этом сейчас мы закончим, чтобы пол серии сейчас не рассуждать об одном и другом. Сейчас, ребята, мы приступим полностью к качу, потому что, как я нафига ему прям захедшотил и в голову не попал. Кто не знает, ребята, мы в предыдущей серии убили... В предыдущей серии мы убили второго гим-лидера. Да, не гим-лидера, а помощника гим-лидера, да. И сейчас что нам предстоит, ребята? Что нам сейчас предстоит? А сейчас нам предстоит дальше прокачивать наших покемонов, потому что у нас еще осталось два покемона, которых мы должны прокачать для того, чтобы, в принципе, взять в сражение против самого гим-лидера. Кто не помнит, гим-лидер у нас кто? Да, ребята, гим-лидер у нас Мисти. Поэтому мы попробуем вообще ее разорвать на часе, если это, конечно, у нас получится. Давайте-ка я немного камеру ниже сделаю, а то я прям тут, знаете, так развалился, приготовился, то что серия час будет длиться, поэтому я тут так уже лежу на этом стуле, или как это можно назвать. Поэтому, а что я на него напал? Или это он на нас напал? Ага, поэтому камера немного так низко была. Ну, ладно. Ну что, ну что, будет ли у нас в этой серии опять такая Шайни какая-то лихорадка? То есть, мы будем реально очень много Шайни встречать? Ну, или просто хотелось бы, чтобы мы хотя бы одного нашли? Это, в принципе, было бы тоже реально очень круто. Посмотрим, посмотрим. Как думаете, может нам в лес этот отправиться? Как думаете, ребята? В принципе, тут Иви может быть. Может быть. Ключевое слово может. О, твою мать. Я прям вангую реально. Я прям вангую уже не знаю, какой раз подряд. Иви в большинстве случаев бывает реальной паскудиной. Посмотрим. Хотя я уже потихонечку даже вижу, что она реально тоже будет паскудиной и сейчас. Не только в большинстве случаев, а вот в этом случае тоже. Да, хотя нет, словили со второго болла. Даже очень круто. Будет ли тут еще Иви? Дайте я выключу тут нафиг шейдеры. А то, знаете, тут 14 фпс без... Ребята, тут нахрен есть какие-то аномальные зоны. Я вам честно говорю. А может потому то, что тут много апреконов? Афиг его знает. Может в этом лесу реально очень много апреконов? Ахм... Бульбасар у нас уже есть. Может это реально из-за этого? Потому что хрен его знает. Ребята, не спрашивайте у меня, пожалуйста, Эдисон, что мне делать. Помоги мне, пожалуйста. У меня пиксельмон лагает. Как мне его настроить? Ребята, я сам не знаю выйти то, что у меня тоже лагает. Я не могу вам помочь. Если бы я мог, я бы с радостью помог. Но я, ребята, не могу. Потому что я сам не знаю. У меня тоже очень жутко лагает пиксельмон. Но это сам мод такой. Пиксельмон. То, что в нем реально очень много лагов. У меня, ребята, вы можете, в принципе, не спрашивать. Потому что я не буду знать ответ. Что это за хрень? Аааа, это с мода пиксельмон. Нифига себе. Я первый раз в жизни нашел руду, которая с мода пиксельмон. Ну, в смысле, там же вроде в предыдущей версии или в которой там версии добавили вот эти все новые вещички. И, то есть, вот этих всех команд, злодеев и вот этого всего. И я вот сейчас только нашел руду, с которой вот эти все вещички крафятся. Если честно, даже раньше не знал, что она существует. Я думал, это просто, ну, украшение. Офигеть. Первый раз я нашел. Первый раз. Куда бы нам пойти? Как вы думаете, ребята? Куда бы нам пойти? Потому что мне бы хотелось еще больше шайни словить. Но нужно придумать, куда бы нам пойти и где бы нам поискать этих шайни. Потому что есть различные места, куда мы можем пойти. И, в принципе, также есть различные шайни, которых мы можем словить. Не только, не только мы будем сейчас в равнине гулять. Хотя в равнине, в принципе, ночью нормальные такие покемошки спаются. То есть, большие уровни. А нашему М... Нашему, да. Это пац... Это пацан. Нашему Мфору... Нифига себе. Осталось еще сколько? Ух, еще 53 уровня. Ну, если так поразмышлять, то, в принципе, мы опять сможем пойти... Вот давайте я посмотрю. Ребята, давайте вот такой небольшой эксперимент. 100 FPS. 27 FPS. 100 FPS. 90... 100 FPS. 50 FPS. 25 FPS. 25 FPS. А если мы сломаем... 40 FPS. 50 FPS. Сейчас у меня тут 50 FPS. И тут нереально... Я не знаю, честно, ребята. Хоть я прям на них танцую. Сейчас у меня 40 FPS. 50 FPS. А тут у меня 20 FPS. Я тогда не знаю. Честное слово, хоть убейте. Я не знаю, из-за чего пиксельмон может лагать. Был вариант, что за апреконов, но, как видите, он слетел. Я не знаю. Хоть убейте, ребята. Я не знаю. Эта загадка, мне кажется, никогда не будет разгаданной. Потому что эти какие-то фантастические лаги в самом моде пиксельмон, мне кажется, никогда не будут раскрыты. Потому что никогда никто не догадается, из-за чего это лагает. Потому что хрен его знает, если честно. То-то-дайл. То-то-дайл у нас уже есть. Не кричите то, что Эдисон, как ты там мог пропустить то-то-дайл. А вот так я его взял и пропустил, потому что он у нас уже есть. Нет смысла его опять ловить. Давайте мы вылечим. В принципе, что по поводу конфет. У нас сколько есть конфет? У нас есть 12 конфет. То есть, если мы с этого момента будем дальше прокачивать Эмфероса, то, в принципе... Его нужно прокачать к 88-му уровню. Но это будет очень долго. Поэтому к 88-му уровню мы его вряд ли будем качать. А хотя бы... Ну, хотя бы к какому-то, допустим, 70-му. То есть, вот эти еще 18 конфет мы где-то добудем. Ну, как где-то. Пойдем опять в ад, хотя Голлсту у нас вроде должен быть. Пойдем еще побегаем, погуляем и посмотрим. Все-таки да, наверное. Ну, ладно, ребята. В принципе, давайте мы пойдем в Снежный Биом. Тут, как всегда, очень круто ночью качаться. Дивгонги, пылесосы, даже те же Эмферосы, мне кажется, около 40-го уровня. Вот давайте. Ну, это принт план, да. Поэтому, мне кажется, будет реально очень даже круто. В этой серии, в принципе, мы еще много чего успеем. Я надеюсь, у нас еще... А я этим не могу его ударить. А вот этим? А вот этим могу, хоть и долго, но... В принципе, впереди у нас еще действительно много чего. Еще 50 минут вроде серии или сколько там. Поэтому, мне кажется, мы еще успеем что-то сделать. Да, ребята? Ага. Нам нужно что-то повыкидывать. Вот это нам нужно реально... Все выкинуть. Опа. Прям перед нами, перед носом появились Дивгоши. Да, вот, появились. Сейчас он, в принципе, будет 50-ым уровнем. Сейчас 50 с половиной. Мне так кажется. И сейчас... Хотя нет, не будет он 51-ым. Но все же вы видите, что офигеть, как много опыта идет с этих Дивгонгов. И наш Эмферос уже 50-ый уровень. И хоть мы даже не успели... Не успели, в принципе, даже начать серию. Он уже 50-ый уровень, ребята. Это реально очень даже... Круто. Я не знаю, почему у меня лагает, честно. Тут есть вот прям... Я честно вам скажу, ребята. Тут есть какие-то аномальные зоны. Где-то лагает... Вот сейчас у меня 140 фпс без шейдеров. Только что, пару секунд назад, когда я пробегал через какую-то нафиг радиоактивную зону, у меня было 30 фпс. Я не знаю, честно. Ребят, вы видите, не только у вас лагает. Я реально не могу вам помочь исправить лаги, потому что, как видите, у меня самого лагает, и я не знаю, как это исправить. Confuse the target. Это может... Confuse the target. Но он, в принципе, урон наносит. Это хреново. Ух, я не знаю, честно. Это может парализировать цель. Вот это десчарч. Thunderbolt. Это тоже может парализировать. То есть, если вот эта атака может парализировать, и вот эта атака может парализировать, у них одинаковое количество использований, и... в этой десчарч на 15 урона меньше, поэтому, наверное, всё-таки мы десчарч уберём. Я надеюсь, я правильно поступил. В принципе, Thunderbolt... Ну, ещё нас никогда не подводил. А мне просто интересно, сможем ли мы сейчас убивать вообще пылесосов с помощью Signal Beam'а? Если нет... Да, в принципе, можем. Ух, твою мать. Так, давай... Давай, Туртера, вступай в бой. Круто. Вылечим и потопаем дальше, ребята. Опа, Босяндра! Здрасте, Бордасти! А мы вас вообще не ожидали увидеть. Ребята, сейчас. Главное, чтобы он нас не захреначил. А хотя, какая нафиг разница? То есть, зачем я буду... Ухрен, а, я его убил со мной. Так, нормально. То есть, зачем я его буду бить Эмфоросом, если в Туртере уже опыт не идёт, потому что она уже максимум прокачанная? Это можно выкинуть, это можно выкинуть. Круто, ребята, ещё один босс. Нет, мне почему-то... Твою мать. Мне почему-то показалось, там ещё один какой-то босс есть, но нет. Ребята, два босса подряд. То есть, в предыдущей серии мы встретили... Мы встретили самого лучшего босса, который, в принципе, только существует. Да. Дайте я вот это вот выложу, вот это всё сюда. И вот это. Чтобы просто-напросто иметь больше места. Девгоши, вы где? Девгоши, Девгоши, Девгоши. С них самый большой опыт попадает, поэтому их и нужно искать. Да. В принципе, Эмфорос уже 51 уровень. Если следовать нашим подсчётам, то ему осталось ещё прокачать 20... Сколько? Какой он там? 21... 29 уровней ему ещё осталось прокачать. Нормально. Нормально. Боссики, давайте, давайте, вывязайте. Да, ребята, мы же очень рады боссикам. Мы же очень рады боссикам. Поэтому не стесняемся. О, Девгоши. Они где-то сзади нас. Вот они. Поэтому не стесняемся, а вылезаем. Боссики это всегда очень круто. И даже есть какой-то шанс, что из них выпадет какая-то крутая вещичка. Или вещички. Да. Поэтому, ребята, будем хотя бы надеяться, одного мы уже встретили. И это круто. Я вообще, если честно, не ожидал его встретить. Поэтому давайте, 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 давайте. Ещё, принципе, уже утро будет. Это немного хреново. Потому что утром пропадает спаун и девгонгов, и пылесосов. И это плохо. Да, потому что днём мы ничего не можем делать. Где мы днём можем качать электрического покемона? На острове. Но, в принципе, на острове тоже не такой большой спаун кого-то там. Вот эти все слоу-броши и вот это вся гинглеры и остальные, мне кажется, у них более такой активный спаун тоже ночью. А вот днём... Ну, тут ещё один пылесосик есть. Давайте, ребята, ещё 27 уровней. Давайте, предлагайте в комментарии, предлагайте, ребята, в комментарии, куда нам идти качаться, где будет реально очень даже круто. А почему я кинул нафиг? А, он сам на нас напал, да? Он пропал, зараза? Нет, пылесосик. Если бы ты нас предал, я тебя лучше сам убью, чем ты будешь пропадать без смысла, да? А вот там ещё один пылесосик. Давайте туда сгоняем. Давайте туда сгоняем. Ребята, давайте вернёмся к тому разговору. Если кто помнит, в предыдущей серии мы говорили, не договорили. И я в конце серии спрашивал у вас, какие у вас самые любимые ваши фильмы, да? Я заметил, ребята, там был Покелут. Сейчас я его подниму. То есть, в конце серии выпало. В конце серии мы завели такой разговор. Мы говорили о фильмах и, в принципе, вот этом всё... Ну, о вот этой всей индустрии. Какие лучшие фильмы вы смотрели, какие фильмы вам больше всего понравились. И, в принципе, мы даже составляли свой топ фильмов, да? Которые, в принципе, нам понравились. И, если честно, ребята, я тоже реально хочу вам сказать спасибо, потому что многие люди, многие подписчики приняли в этом участие. Многие люди, там, действительно, писали, там, спорили, какой фильм круче, какой лучше. И многие, в принципе, даже не поленились, что самое главное за это, ребята, тоже вам большое спасибо. Не поленились, а действительно взяли и составили свой топ, там. На первом месте стоит такой-то фильм, на втором месте стоит такой-то фильм, на третьем такой-то. И, действительно, многие люди приняли в этом участие, за что вам, в принципе, спасибо. Потому что это реально очень круто. И, действительно, ребята, я хочу вам ещё раз сказать спасибо за то, что вы, в принципе, со мной тоже общаетесь, так же, как я сейчас с вами общаюсь. Это реально было очень круто. Но давайте, знаете, у нас есть низы. Я просто... есть. В предыдущей серии мы говорили о фильмах, да, то есть о кино. Я, если честно, так и не знаю, какой у меня топ-5. Как я уже сказал, 100% в этот топ входит «Властелин колец», все фильмы. То есть там 6, потому что «Хоббит» тоже туда, как бы, входит, можно сказать. Три фильма «Властелина колеца». Потом в этот топ 100% входит... 100%... А сейчас я очень высоко сижу, ребят, извиняюсь. Также туда 100% входит «Гарри Поттер», как я уже сказал, все 8 фильмов, потому что эта вселенная тоже мне очень нравится. Кто ещё туда входит? И там есть ещё один фильм, который мне очень нравится. Это «Зелёная миля». Да, это «Зелёная миля», ребята. Это старые фильмы, это фильмы там какого-то... Я не помню. Я честно не помню. С прошлого столетия, короче, там то ли 80-х, то ли 90-х годов. Вроде 90-х. Вроде 95-го. Я точно не помню, этот фильм реально меня поразил. Потому что вот эти фильмы, которые выходили в прошлом столетии, я не скажу, что они все охрененные были, но они были там такие фильмы, которые прям цепляли, так тебя задушивают. Я рыдал нахрен, ребята. Честно и словом скажу, я рыдал в конце этого фильма. Я не знаю, почему, хоть там, в принципе, ничего такого особенного нет. Секундочку, ребята. Я немного... Я немного... Вот, яркость убавлю, а то что-то слишком было. Я реально рыдал. То есть, хоть там ничего такого прям супер особенного нету, но я прям охренеть, как мне этот фильм понравился, потому что я прям плакал нахрен. 20-летний мужик плачет после фильма. Это охренеть просто. Потому что, ребята, реально тот фильм меня так задушил, цепанул, что ты с ума можешь сойти. И также в этот топ входит фильм, который также похож на это, только он называется «Побеги Шоушенко». Эти два фильма о тюрьме. Только в одном фильме рассказывается о человеке, который... нечестно, то есть, которого засудили, он попал в тюрьму, то есть, не за то, что он сделал, а случайно. И он потом, как бы, хотел сбежать с тюрьмы. А в другом фильме рассказывается, наоборот, о охраннике, который работает в тюрьме, и который встретил необычного заключенного. И возле этого всего заключенного разворачивается весь сюжет. В первом фильме о заключенном разворачивается. Там, кстати, еще Морган Фримен снимался. И вот эти два фильма меня прям реально убили. Что один, что другой о тюрьме, но они такие охрененные, что это с ума может сойти. Да, они вышли в прошлом столетии. Да, они, в принципе, старые. Наверное, эти фильмы, ребята, извиняюсь, но не то, что даже ваши ровесники, в большинстве случаев я скажу то, что 50 людей, которые может посмотреть это видео, младше, чем тот фильм. потому что тем фильмам уже практически по два... Они, в принципе, побег Шевшенко вроде даже старше, чем я, как я помню. Что-то в этом роде. Поэтому, ребята, это вообще нафиг. Ну, они реально офигенные, честное слово. И после просмотра этих фильмов я реально задумался. То есть, я прям реально начал думать, что вот реально фильмы были в прошлом столетии. То есть, фильмы делали не ради бабла, без всяких вот этих спецэффектов, где вообще актеры не играют вообще никакую роль и толком. Играют, может, там 20% всего фильма. А все остальное даже не то, что сюжет, а просто спецэффекты. Ух, какие там крутые спецэффекты, фильм удался. То есть, ты можешь сказать, как графу дрочера есть в играх, которые не обращают внимания на сюжет и вот это все, а только на графику. Так же и в фильмах вот эти все эффекты. А в тех фильмах вообще спецэффектов никаких нету. Там даже экшена вообще нету. Там просто сюжет. Там все держится на нереально нафиг крутом сюжете. Офигеть, каком сюжете. И вот эти два фильма меня реально так цепанули, что это, ребята, можно сумасшедшить. И, как я уже сказал, я действительно задумался, что в прошлом веке фильмы делали для того, чтобы произвести впечатление. А не сейчас, как крутят, как вот эти конвейеры, как это сейчас называется. Фильм за фильмом, фильм за фильмом, фильм за фильмом. Нулевой сюжет, которого вообще там нет. Чувак появляется, у чувака проблемы, чуваку нужно кого-то найти, чтобы там спасти. Он спасает, убивает всех злодеев. Конец фильма. Я не знаю, где тут логика. Весь фильм, то есть, знаете, сплошные спецэффекты, больше ничего. А вот тогда реально это все держалось просто-напросто на сюжете. Это реально было круто. Также, я, наверное, еще скажу, последний фильм, там еще, в принципе, у меня много фильмов есть, которые мне понравились, но как топ-5, значит топ-5. Также, наверное, «Бойцовский клуб». Это тоже очень крутой фильм. Он, в принципе, тоже вышел вроде в 90-х годах, или в 90-х, или вроде на начало 2000-го. 2000-го. Вроде. Но я не помню. Это «Бойцовский клуб». Там еще, кстати, вот этот Брэд Питт снимается. Охрененный фильм. Охрененный. Там сюжет запутанный до последнего момента. Вы будете думать, что вы знаете, что происходит в течение. То есть, вы знаете, что было на начале, вы знаете, что было на протяжении всего фильма, и вы знаете, что будет в конце. Но потом, в последнюю секунду, все так меняется, что и с самого начала весь сюжет просто меняется. Вы даже не знали, что вообще так может. Что вообще это возможно, чтобы так было. То есть, настолько сюжет там закрученный, что я прям охренел, когда в конце это понял. Нифига себе, вы тут замудрили. Но реально, сюжет был очень крутой. И фильм тоже реально очень крутой. «Бойцовский клуб». Там посмотрите, ребята, кто не смотрел, кто действительно хочет заценить классику всего кино. То есть, не прям классику, классику вот эти черно-белые там немые фильмы. Нет. А вот такие, в принципе, прошлого века. Так. где там был. Хотя, в принципе, один голос там к Жуку. Это реально было очень круто. Но, в принципе, в этой серии я хотел поговорить о сериалах. Потому что многие люди даже предлагали свои сериалы. Вот мы, в принципе, говорили о фильмах. Многие люди предлагали свои сериалы. У меня тоже есть список. Вот список сериалов у меня, можно сказать, есть... дайте вот сейчас можно немного больше сделать. Вот так. Список сериалов у меня уже, наверное, есть вот так, знаете, я могу его сказать с уверенностью. А потому что сериалов я, в принципе, смотрел много, а тех, что мне нереально понравилось, понравились очень, в принципе, мало. Какие мне понравились? В принципе, ребята, вы также можете вот в этой серии пишите под комментариях, в комментариях под этим видео, какие у вас есть ваши любимые сериалы. То есть сейчас под этим видео напишите топ-5 ваших любимых сериалов. Я реально буду очень рад, если вы также будете участвовать в этой такой мини-игре, в этой серии. Ребята, сейчас я вам скажу свой топ. Пока мы, в принципе, качаемся, ну, в принципе, а что нам делать? Я не буду повторять одно и то же. О, сейчас нам опять нужно прокачать Эмфороса. О, круто! Сейчас мы поменяем биом, потому что тут уже покемоны не спанятся. Давайте сейчас вот тут найдем покемонов. О, мы топаем, топаем, травичка, травичка, дерево, 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 хренакс, мы падаем и всякое такое. То есть иногда реально тоже можно отвлечься в тот момент, когда мы занимаемся делами. Твою мать, вы опять там дроченые двое. Ну, в смысле, дроченые то, что друг с другом дерутся, а не то, что вы подумали, извращенцы. Поэтому, ребята, давайте в этой серии мы поговорим о топе пять сериалов. Сериалах, да. На пятом месте, ну, смотрите, я вам с уверенностью могу сказать, сейчас, я просто для себя, и три сериала у меня сто процентов есть, которые я могу вам сказать, что они нереально охрененные и то, что они мне нереально понравились. Три сериала сто процентов. вот два, вот их еще нужно вспомнить, потому что я реально давно уже смотрел, и я не знаю, ребята, честно. Я, что я вам могу сказать, я, наверное, один, единственный человек в мире, которому не понравилась Игра Престолов. Не нужно на меня кричать, ребята, как говорится, на вкусе цвет товарищей, нет, я вам скажу, то, что Игра Престолов просто-напросто не для меня. Я начинал смотреть Игру Престолов около четырех раз, четыре-пять раз. Первую серию я начинал смотреть около пяти раз, потому что я включал, я начинал смотреть, и меня просто выворачивало, я просто закрывал серию, и я уходил, потому что я не мог даже, не то, что досмотреть, я не мог даже первые там тридцать минут посмотреть эту серию. Я не знаю, почему, честно, ребята. Вот прям этот сериал не для меня, я сто процентов могу сказать вам. Но, какие еще самые крутые сериалы, которые я смотрел до этого момента, и которые я бы хотел вам посоветовать. Начнем, допустим, всех же «Ходячих мертвецов», в принципе, все знают, что это такое, и я даже советовать не буду, потому что, мне кажется, 90% всех людей смотрели этот сериал, сериал реально очень крутой, то есть там уже, не знаю, какой сейчас сезон выходит, пятый, или что-то в этом роде, я не помню, ребят, честно, пятый или шестой видео, знаете. Поэтому, в принципе, кто еще не смотрел, таких будет очень мало, но, если такие есть, то, ребят, посмотрите, реально стоит того, чтобы посмотреть этот сериал. Потом, «Побег из тюрьмы», ребята, это нереально. Может, вы видели то, что там пару лет назад, там на русских экранах выходил сериал «Побег из тюрьмы», это просто жалкий, жалкий ремейк на оригинале «Побег из тюрьмы», который, в принципе, ну, в Америке снимался. Там пять сезонов, если я хорошо помню. Вроде, нет, там вроде четыре сезона, да, четыре сезона и один фильм, если я хорошо помню. Это охренеть, а не фильм. Вот точно вам скажу, в конце этого, не фильм, а сериал, извиняюсь, в конце этого сериала я тоже рыдал. Я хоть его смотрел, я не знаю, может, так лет четыре, нет, не три, года четыре назад я его закончил смотреть, я тоже рыдал, ребята. Вы так там привыкнете к всем персонажам, что это с ума может сойти. Это, в принципе, о гении там одного чувака, который вытаскивает своего брата с тюрьмы, который тоже, ну, попал тут, это, это там, твою мать, я хочу убить этих девков, потому что они большие уровни, если я сейчас просру Шайни, я, я убью тебя, он по-моему. Это Шайни или это Босс? Это Шайни. Это Шайни. Ух ты, ни хрена, на себе, ребята, ни хрена тебе, первый Шайни в этой серии. Сериал нереально офигенный, то есть, это реально побеги из тюрьмы, то есть, за вот это все время, они, так, ты поспоконнее, рискованный Эмфорос, они сбегают с двух тюрьм, за, за все сезоны, да, там реально, вот эта вся подготовка, мельчайшие детали, куда они идут, что они делают, и всякие такое. Нереально крутой сериал, ребята, вот, вот, прям, настолько вам советую, что ты с ума можешь сойти. Он делит первое место еще с одним сериалом, а зачем я его ловить хочу, или что? Он делает первое место еще с одним сериалом. Я, я не могу их разделить, то есть, они крутые. Если, если я могу сказать, что ходячий мертвец у меня находится на втором месте, в принципе, крутой сериал, крутой, но не прям такой, что прям нереально тронет душу твою, тронет душу твою. Но, первое место у меня, нихрена себе, сколько их там появилось. Первое место у меня делит, как я уже сказал, побег с тюрьмы, сто процентов. И он делит место с, во все тяжкие. Да, ребята, в принципе, мне кажется, тоже многие смотрели этот сериал, офигеть. Он очень крутой, я не знаю, ребята, то есть, он нереально крутой, честно. Там, можно сказать, о обычном учителе, который стал прям каким-то наркобароном. Реально, то есть, ну, в принципе, все знают, что такое, многие даже вот эти все мемы там, вконтакте видели, да, там, как они там мед варят, и вот эту всю фигню. Прежде, реально, очень крутой сериал, я не буду вам спойлерить, я не буду вам говорить, что там произошло. Кто хочет, зайдите, посмотрите, потому что, может, даже еще такие будут, которые не видели сериал, и сейчас после моего совета сразу же побегут его смотреть. Нереально крутой. Вот, вот, побег тюрьмы во все тяжкие делит у меня первое место. Я, я не могу сказать, что лучше, потому что это два самых, как я вспомнил еще один сериал. Я вспомнил еще один сериал, ребята. А, вот эти два сериала реально крутые. Я вспомнил еще один сериал, который тоже может быть одним из лучших. Это, конечно же, сверхъестественно. Я, я, честно, я забыл о нем. Я просто, как я сказал на начале этого разговора, то, что я могу забыть о некоторых сериалах, потому что я смотрел их давно, или просто-напросто забыл, да. Вот, сверхъестественно тоже очень крутое. Я не буду говорить, что там, все знают, что это такое, поэтому нет смысла об этом даже говорить. Но он тоже очень крутой, ребята. Он еще до сих пор выходит, там, я не знаю, 9-10 сезон. Я вроде, я вроде еще даже 8 сезон не досмотрел. Я почему-то перестал его смотреть так резко. Но, в принципе, сейчас, сейчас серии-то подкапливаются, подкапливаются, а потом, когда вот эти все следующие сезоны закончат, я тогда вернусь нафиг с полными силами и заново буду, не заново, нет смысла заново смотреть, но, в принципе, буду продолжать смотреть это все и там у меня где-то находится опять так два сезона и я прям буду тащиться от этого сериала. Также, знаете, еще один крутой сериал, он, в принципе, там не трогает за душ или что-то в этом роде. Он, в принципе, в этом, в жанре комедии это теория большого взрыва. То есть, это смешно, то есть, я не знаю, я там, не помню, в каком сезоне, где-то, да, в принципе, во всех сезонах там есть такие серии, прям, над которыми можно прям угарнуть так, что это с ума может стать. Честное слово, ребята. Я помню, я этот сериал даже с мамой смотрел. Я вроде там сказал, то, что давай, в принципе, вместе смотреть, она тоже там угорала, мы там вместе угорали, и вот это все. Ну, реально круто, ребята. То есть, тоже посмотрите. А пока мы введем эти разговорчики, мы даже не заметили то, что Эмфорос у нас уже 61 уровень. Да, ребят, уже 61 уровень. Это круто, это круто, потому что ему еще, в принципе, осталось 9 уровней, и после этого мы берем его качать, с помощью, как я уже сказал, с помощью конфет. Потому что к сотому уровню мы его 100 продажем не будем качать, это займет, офигеть, какую кучу времени. Нету смысла просто. Просто даже нету смысла. Так. Дайте я вылечу, дайте я выкину, дайте я выкину. Я не знаю, есть ли еще смысл что-то выкидывать, вроде нет. Но у нас там, ребята, собираются монеточки, вы не забивайте то, что с каждого покемона мы практически с каждого. Мы получаем какой-то дроп, и этот дроп мы потом можем продать в нашем магазине. Поэтому за эту серию я там смотрю, у нас уже есть полтора стака рыбки, а рыбка тандер. А вот сейчас хрен его знает. Давайте, наверное, тейкдаун. Атака, в принципе, атака, она там наносит урон, но если у нас есть сигнал бим, то не знаю. Ну, захотел я его убрать, значит, я его уберу. То есть, я, ребята, играю так, как я хочу. А хоть я и прислушаюсь к вашим советам, но все же. Иногда нужно делать свои решения, а не играть только так, как тебе советуют играть, да? Поэтому, ребята, в принципе, многие даже сейчас, наверное, напишут, пока мы вот это качаемся однообразно, но все же нужно вести какой-то разговор, да? То есть, не молчать же, ну, ну, прикиньте, если бы я молчал, или что, мне нужно комментировать каждый свой вход, то есть, вот, как я уже делал там 20 минут назад, то, что я бегу, 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 травичка, круто, камушек, вейпоинт, о, покемошки, бежим туда, убьем вот этого покемошку, и вот так реально заснуть можно. А когда ведешь какой-то разговор интересный, который тебе самому интересен, то, в принципе, это реально очень даже круто, и я хотел бы надеяться, то, что он тоже будет интересен еще кому-то, потому что, ну, многие напишут, то, что Эдисон, ты там отходишь от темы, ты там вроде в Пиксельмон играешь, но почему-то разговор ведешь о фильмах, о сериалах. Ребят, как я уже только что сказал, в первую очередь, мы не занимаемся этим каждую серию, то есть, мы не каждую серию ведем какой-то левый разговор. А сейчас у нас часовая серия, нужно себя чем-то занять, то есть, как я уже только что сказал, и 20 минут назад сказал, то, что я не буду комментировать каждый свой ход, потому что это глупо. Это, в принципе, даже большая ошибка людей, которые это делают, потому что это глупо, нужно вести общение со своими подписчиками, ребят, как видите, я только с вами общаюсь. Я не говорю, я не говорю сам к себе, то есть, когда я начинаю видео, у меня, знаете, идет такой, такой настрой, то, что я сейчас буду начинать видео, и у меня как будто переключается то, что я с вами буду общаться. Я не знаю, почему у меня такая логика, но у меня как будто это какой-то мини-стрим, то есть, я общаюсь напрямую с вами, вы смотрите видео, потом оставляете свои комментарии, я читаю ваши комментарии, отвечаю, также с вами общаюсь тоже. То есть, для меня почему-то идет такая, такая трансляция, нашего общения. А ошибка многих ютуберов, то, что они там, когда делают видео, они просто зацикливаются на себе, любят себя любимого, общаются только с собой, то есть, про себя что-то там бубонят, бубнят, круто, я такой весь красивый, я иду сюда, о, смотрите, чукчи, что я сделал, целуйте меня, и всякое такое. Как видите, ребята, я общаюсь с вами, и, в принципе, вообще было бы круто, если бы это хотя бы кто-то ценил, да. Ну, ладно, вернемся к той теме, то, что все-таки действительно нужно иногда даже вести какие-то другие, левые, можно так сказать, разговоры, не всегда же говорите об одном и том же, не всегда же говорите об том же пиксельмоне, и, в принципе, когда у нас вот такие серии, которые длятся целый час, ребята, целый час трендосите о том, то, что мы сейчас идем, ловим покемона, мы идем туда, о, сейчас подождите, я пукну там, дайте я моргну, и вот это всякое такое, это реально глупо. Иногда просто-напросто нужно поговорить о другом, может даже сказать, то, что ребята, я сегодня там в туалет какати шел, мне кажется, для меня это будет намного интереснее, если какой-то ютубер это скажет, чем то, что я сейчас убил покемона, с него выпал снег, не берем снег, крутой цветочек, еще один покемон, давайте его убьем, посмотрим, что с него выпадет, я такой весь крутой, кру, крутяк такой, бьем, 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 давай, да, что-то не бьется, поменяю покемоны, всякое такое, это реально очень даже кончено, да, это кончено, так, опять нужно камеру перенастраивать, и вроде, но, если просто жопу засидел, реально, уже не знаю, когда так долго сидишь, уже крутишься на месте, туда-сюда, знаете, поэтому малость так неудобно, сейчас, вот сейчас нужно будет пойти домой, выложить вот этот весь хлам, который мы, я хотел вылечить покемона, но я сам себя вылечил, в том смысле, я покушал, а покемона, у которого закончились атаки, я так и не вылечил, нужно сейчас, знаете, что посмотреть будет, вот того шани покемона, которого мы словили, шани пылесоса, сможем ли мы его эволюционировать с пылесоса в маму свайна, почему я говорю, сможем, потому что в этом покемона, есть такая причуда, как я знаю, если вы ловите первую его эволюцию, свайну, то вы сможете его эволюционировать, только в пылесоса, вы не сможете его эволюционировать, его финальную эволюцию, маму свайна, я не знаю, почему так разработчики сделали, это покелут, да, вроде, но вы не сможете его эволюционировать, чтобы эволюционировать, чтобы вообще получить покемона, маму свайна, вам нужно ловить, уже его вторую эволюцию, то есть вам нужно ловить уже пылесоса, сразу со второй эволюции, но это еще не все, чтобы вы все-таки смогли потом эволюционировать пылесоса в маму свайна, вам нужно, чтобы ваш пылесос, попросите маму, чтобы притащила ваш пылесос к вам в комнату и спросите или посмотрите, есть ли у него такая функция, как антиэнд пауэр, если у него не будет вот этой атаки, вы не сможете его эволюционировать в маму свайна, я еще прям охренеть как огорчусь, если того пылесоса, которого мы только что словили, ну как только что, 20 минут назад, если у него не будет атаки антиэнд пауэр, если у него не будет, есть, повезло просто, если бы у него не было вот этой атаки антиэнд пауэр, мы бы его нафиг могли бы выкинуть и даже к нему не возвращаться, почему, потому что сейчас следующий уровень, вот сейчас, когда пылесос станет, что за хрень, где мой экспешер пропал, ребята, у меня прикиньте, какой баг, я уже не первую серию замечаю, то, что у меня экспешер пропадает с покемона, каждый раз при входе в игру, у меня почему-то экспешер пропадает, не нужно новый брать, ну ладно, потом возьму, я покупать, конечно же, не буду, ребят, это баг, поэтому, сейчас, в следующем, сразу следующим уровнем, как только пылесос станет с 40 уровня, а станет 41, он сразу же эволюционирует в маму с вами, то есть, как я уже сказал, если бы у него не было атаки антиэнд пауэр, я бы его выкинул, потому что дальше он ее не будет изучать, как я знаю, и такой тэнки просто-напросто не существует, поэтому, если бы у него ее не было, я бы, если честно, даже не посмотрел, Шайни это, не Шайни, просто не было бы смысла даже его держать у нас в команде, поэтому повезло то, что повезло тебе, пылесосик, то, что у тебя все-таки есть вот эта атака, так, 22 монеты, Ух, офигеть, вот зачем я сюда иду, а затем, чтобы выложить картошечку, потату, чтобы она пережарилась, потому что у нас еще осталось хоть и 27 рыбки, но, 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 все-таки оно потихонечку и кончается, Так, давайте, тэнки, у нас тэнки вот тут, вот это все, это сюда, это сюда, 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 вот так, и там у нас есть еще что-то, есть вот это, вот это, вот это, вот это и все, да, вот это, Оставим вот эту шапочку, потому что она нам будет нужна Для эволюции покемонов, которые эволюционируют только с помощью счастья А сюда что мы еще можем выложить? Вот это, вот это и вот это Так, это давайте опять сюда А вот сюда, это, это, это Вроде все, да? Вроде все Это выкинем нафиг Фух, вроде, вроде, вроде все Сейчас, ребята, знаете то, что я хочу посмотреть? Это рыбацкие сети Мы давно уже к ним не возвращались Как видите, тут уже реально всякое многое Многое приблуды наловилось Потому что Мы давно уже вот это все не собирали Что-то еще есть Ничего не упустил Так, это сюда, сюда, сюда Это даже можно кидать, кто не знал Вот прям, пи-ш-пи-ш, оно прям летит Ух, не сдыхай, не сдыхай Что мы словили? Эх, как обычно Много всякого Хлама мы наловили, но Не то, что нам нужно, хотя Мы словили 29 монет 29 монет Давайте сейчас посмотрим Нифига себе, вот с таких рыбацких сетей Это даже очень круто 62 монеты Как я понял И тут еще у нас есть И тут еще у нас есть Вот так Вот так Хотя, в принципе, тут еще вот это было Ну, если так считать, то мы словились так с чем-то Это круто, ребята Если я правильно считал Вот давайте еще раз Вот так Офигеть Офигеть, ребята Офигеть 24 монеты Что мы можем купить за 24 монеты Мне кажется, мы еще добавим сюда В этот же магазин Мы добавим Вот эту фигню Как она там называется Фигню Мы добавим сюда еще яблоки Да, потому что Яблоки Это круто Да Ну, в принципе, только для того, чтобы делать еще чаще Еще чаще Делать конфетки Потому что Ну, я не хочу Как я делал Вроде там Пару серий назад Идти И с помощью Мода Рекапитейтеры Делать себе топоры И рубить Рубить там кучу деревьев Вырубывать прямо все леса Это бред То есть Ну Это еще Еще намного дольше Ну Больше времени занимает Намного дольше Чем Чем ломать ту же листву Да Поэтому Это бред, ребята Ну Что я только что вспомнил Давайте мы еще, в принципе, вот этих тростник Соберем Нет смысла его там выращивать Если Вот Столько тростника у нас находится перед глазами И зачем мы его будем пропускать Если мы можем это все добыть Да, ребята А О чем я еще Так кто там топает нахрен столько О чем я еще хотел вас спросить И, в принципе, тоже опять сделал такой небольшой опросик Это то, что А, нет Два опросика Первый Первый вот сейчас То, что я скажу Это не опросик А предупреждение Ну, в смысле предупреждение Это, ребята Небольшое заявление Сейчас у меня в группе Я вчера сделал небольшой такой конкурс В честь Хэллоуина И в честь Ну, того, что выходные Потому что выходные для меня, можно сказать, праздник У меня в группе проходит конкурс То, что Сегодня вечером В 8 часов по Москве Я выберу там победителей Первое место получит там набор Вот этих стикеров Вконтакте Я не помню, сколько там стоит Около 100 рублей Те люди, которые будут Трое победителей, которые будут на втором месте Получат Каждый от меня по подарку В честь Хэллоуина То есть уже 4 победителя Хоть 2 призовых места И те люди, которые будут на третьем месте То есть Первые Даже не первые А 15 человек, которые будут на первом месте Получат у меня роспись на стене Да, то есть Первые, конечно же, тоже получат Те, кто стикеры получит И вот это все Конечно, тоже получат роспись Но Те, кто будут на третьем месте 15 человек Получат роспись на стене Да, то есть В сумме у нас будет 3 призовых места Но в сумме у нас будет сколько? 16, 17, 18, 19 победителей Да, ребята Поэтому Сегодня успеете Если вы сейчас смотрите видео Я не знаю когда И, в принципе, еще время не пришло Чтобы объявлять победителей Сегодня в 8 часов по Москве Будут результаты Будут результаты Конкурса Вот что То есть То есть, ребята Что вам нужно? Просто-напросто зайти в группу И прочитать Какие там есть Какие там требования Там, конечно же, вам нужно будет Лайкнуть вот ту запись А я даже, знаете что? Я даже в описании Вот сейчас оставлю ссылочку Заходите и смотрите То есть Небольшой конкурс Вам нужно будет лайкнуть ту запись Репостнуть ее И просто дожидаться Когда я выберу победителя Поэтому, ребята Заходите, участвуйте Если вы еще успеваете Если еще время не пришло Я не знаю, когда вы серию смотрите Можете, в принципе, зайти и поучаствовать А второе Дайте я сначала Посмотрю, сколько времени Нормально А второе То, что я хотел сказать То, что По поводу Иви Мы же в этой серии Опять Иви словили Что нам с ней делать? Когда мы ловили первую Иви То я делал Я делал такой вопрос То, что Какую Иви нам делать? Да, то есть Многие выбрали Не желтена Амбриона Сейчас у нас есть Одна Иви И В принципе Она превратилась В амбриона Да Сейчас у нас есть По сути еще одна Иви Которую мы словили В этой серии Сейчас у меня опять Есть вопрос Кого превращать Эту Иви? То есть Сейчас, ребята Тоже небольшой Такой опросик Вы можете отвечать В комментарии И та Иви Которая Та эволюция Иви Которая наберет Больше всего голосов В честь ее Я и превращу Нашу Иви Да То есть Какую эволюцию Я надеюсь Вы поняли Ребята Еще имею ввиду Поэтому В принципе Голосуйте Мне кажется Многие будут голосовать За того же Желтеона Многие будут Голосовать За Глассиона Может даже Вопориона В принципе Я с вами Ребята Соглашусь То, что Каждая эволюция Иви Реально Очень даже Крутая Если честно В принципе Постараемся Хотя бы До конца сезона Сделать Все эволюции Не забываем То, что Амбрион У нас уже есть Не предлагайте Амбрион Потому что Амбрион У нас уже есть Предлагайте Реально Там Желтеона Мне кажется Желтеон Крутая эволюция На принципе Все крутые эволюции Посмотрим Короче Ладно Не забываем Ребята Опросики Опросики По поводу По поводу Иви Опросики По поводу Любимых сериалов То есть Топ 5 Ваших любимых сериалов Ребята Складывайте топ Я с удовольствием Его посмотрю Потому что Как я сказал Вот вчера Когда мы делали Я просто уже знаете Слюну глотаю Каждые 5 секунд Потому что Ну то ли попить И тебе нужно Я уже целый час Позарю на Ты у меня на глазах Пропал Зараза Вот вчера Когда мы разговаривали О Фильмах Многие люди Как я уже сказал Составляли свои топы 5 И потом По их предложения То есть Вот эти люди Которые составляют Свои топы 5 Я смотрел их комментарии И потом Те фильмы Которые они предлагали Я искал То есть Я смотрел Действительно Лето Крутые фильмы И те фильмы Которые мне понравились Я их записывал себе В блоккотик Чтобы потом В будущем посмотреть Поэтому я Ребята Говорю вам спасибо За то что вы В принципе Мне их предлагали Я много Много узнал В новых фильмах И в принципе Наверное Я потом их даже посмотрю Поэтому сейчас Ребята Вы пишите Ваши любимые сериалы Я так же Буду смотреть Что это за сериалы Я так же Буду записывать Их К себе В блокнотик И потом В будущем Я наверное Даже их посмотрю Поэтому ребята Пишите Я с удовольствием Посмотрю Ваш топ 5 Ваших любимых сериалов Это реально Будет очень даже круто И в принципе Что еще Что еще Вроде Вроде я больше Никаких вопросов Не делал Если вспомню То потом То потом вам скажу Потому что сейчас Я не помню Нужно ребята Эволюционировать Я уже Как видите У меня уже сил Нету Говорить Когда вот Серия Уже начинает Походить к концу Когда там уже Практически целый час У меня уже силы Все на исходе Ну в принципе Там еще сколько 10 минут Осталось Сейчас посмотрим Пилосвайн Пожалуйста Нам нужно Тебе прокачать В этой серии И прокачай Тебе хотя бы Один уровень Потому что Как только мы Это тебе сделаем Ты эволюционируешь Мама Вайна Реально повезло То что у него Есть вообще Вот эта атака Если бы у него Ее не было То это бы жопа Было Честное слово Это было бы жопа Потому что Я бы Мне бы пришлось А не я бы Мне бы пришлось Просто-напросто Его выкинуть Ну или оставить Тупо для коллекции Потому что Смысла Толка От него бы Не было Вообще Никакого Он бы вообще Был Таким Бесполезным Что с ума Можно сойти Но повезло То что у него Есть вообще Это атака У него вообще Там уровень растет Я что-то как-то Не замечаю Можно и так сказать А нет Вот Да Как я сказал Ему требуется Только один уровень Вот там Призраки Нафига Прям какой-то Реально Хеллоуин На заднем Фуле Ребята Там призраки Сейчас нас съедят Нафиг Ах Все Превратились в людей Ну в смысле Покемонов Мамо Свай Мамо Свай Такой Большой Большой Мамо Свай У нас Получился Сейчас мы На нем Даже покатаемся Потому что Как я знаю На нем Вроде Вроде Можно Наши уровни С них падает Очень много Опыта А опыт Очень полезен Так Опыт очень полезен И нам нужно Собирать Вот этот опыт Потому что Чем больше Мы его будем Собирать Тем быстрее Мы конечно же Прокачаем Нашего покемона У меня аж Слезы потекли Не знаю Может мне так Не стоит разговаривать А то Как-то Я не знаю Ребят Честное слово Аж слезы Слезы начали Тик-ти Течь Тик-ти Твою мать Ладно Ща В каком уровне Шестьдесят седьмой То есть В следующей серии Готовьтесь То что У нас Эмфорос Превратится Ни в кого Нахрен не превратится Он просто станет С сотым уровнем Да Мы в принципе Что у нас есть Глоустон у нас есть Если там не будет Хватать чуть-чуть Глоустона То мы в принципе Быстренько сможем Слетать в ад И вернуться Как я уже сказал Яблоки мы добавим В продажу А тростник У нас уже Куча есть Потому что Тростник мы по пути Просто-напросто Собираем Каждый раз Когда мы его Видим Ну ладно Не каждый Но в большинстве Случаев Не нужно докапываться Поэтому в принципе В принципе Мы сейчас даже Уже активно Будем начинать Делать Выделывать Вырабатывать Конфеты Да Ну что пылесосы Давайте Еще в принципе Немного осталось Сколько там До конца серии До конца серии В принципе тоже Немного осталось Поэтому Вряд ли мы Конечно его Уже сможем Прокачать До 70 уровня Но до 68 с половиной Мне кажется Сможем Мне кажется Сможем До хрена Книто его Уже наконец-то Вот после этого Пылесоса Не знаю марку Какую у него Там Ну раз он 33 уровень То в принципе Небольшую Но хотя бы Это и так Нормально дал 68 То есть В принципе Тут еще Как я сказал Осталось немного До конца серии Может мы еще Даже успеем Ему прокачать 69 уровень Что бы это И означало Прямо знаете Ребята Магическое число 69 69 Ребята Да Вы когда-то Делали 69 А ну Рассказывайте Ребята Свои потайные Там Я не знаю Свои там Тайны Рассказывайте Или потайные Тайные желания Да Прямо сказал Названием Песни Одной Трека Рассказывайте Ребята Не то что Знаете ли вы Что такое 69 Рассказывайте Был Был ли у вас 69 Давайте Делитесь Своими Тайнами В описании Да Делитесь Реально Всем будет Интересно Особенно Вашим Мамам Посмотрел бы Как они Это Прочитали Но Реально Будет Интересно Я даже Серивно Ребята 69 В Майнкрафте Это реально Будет Очень даже Круто Вот Честно Я его даже Больше не буду Качать Я этого Эмфороса Даже больше Не буду Качать Как только Он сейчас Станет 69 Уровнем Я его Так и Остану Идеальное Число Чтобы Закончить Серию Не сотый Мне кажется Такого бы Эффекта Не было Если бы Он был Высок То есть 69 Идеальное Число Ребята Заканчиваем Все На этом На этом Ребята Мы его Больше Я Чуть Легче Ты меня Не толкай Зараза Он такой Может я его Пну Он полетит В лаву Спасибо Не нужно Я как-то Обойдусь Вот Хрена У нас тут Всякой Фиготни Ну давай Ну давай Ну давай А я могу Да Да Твой Заль Че за Хренотень А Мамус Вайн Я че Я на тебе Кататься Не могу Ты че Охренел Я же Помнил Я на нем Я же Помнил На нем Можно кататься Офиг Офиг Честное Слово Ребята Да Не нападайте На меня Гнида Белобрысая Не нужно Пожалуйста Пю-пю Не попал Ни разу Снайпер Прицел Меня в этой серии Подводит Да Заль Ух ты Не знаю Ребята Наша конячка Прям ленивая Ну Большущая Нафиг Зараза Плюс Ну мы еще И шайним Это круто Ух Ребята Мне кажется На этом реально Уже Можно даже Серию Заканчивать Я уже Охренеть Как устал Час Балаболить Это Утомляет Реально Офигеть Ладно Привет Ребята Действительно Уже Можно Заканчивать Что Вот сейчас Давайте Еще Пойдем Может У нас Нету XP Share Я возьму В следующей серии И как я Сказал У меня Баги Есть Такие То Что XP Шар Пропадает Не знаю С Какого Перепугу После Каждого Выхода С игры И Когда Я Заново Захожу У меня Почему То Пропадает XP Share Я Не знаю Ребята С чем Это Связано Нафиг Узнает Ну Ладно То Не стоит Потом Я его Возьму Что Я Хотел Сказать В принципе Не забываем Участвовать В вопросах Я Сделал В этой Серии Тоже Две Мини Игры Можно И так Сказать Так Мы Ребята Участвуем Я Реально Буду Очень Рад Прочитать Ваши Комментарии И Просто Узнать Ваше Мнение Ну И Не Забываем Конечно Же Оставлять Ставить Свои Лайки Точнее Потому Что Каждый Лайк Для меня Реально Очень Важен Каждый Ваш Лайк Говорит Мне Спасибо За Серию А я Вам Говорю Спасибо Тем Что Я Выпускаю Серии И Как Вы Видите Я Пытаюсь Стараюсь И Даже Делаю То Что Общаюсь С вами И Также Длинные Серии Потому Что Серии Две Серии Пиксельмона Два Дня Подряд И То Что Два Дня Подряд Они Длятся По Одному Часу Это Очень Дяжело В Какой-то Степени Если Бо У меня Еще Не Было Так Поздно То Вообще Было Было Круто Но Ребята Если Вы Хотите Чтобы Серия Пиксельмона Вышла Еще И Завтра Если Вы Хотите Чтобы Она Тоже Была Длинная Я Не Скажу Что Она Будет Сейчас Опять Вставать Утром На Работу И Поздно Приходить С Работы Я Прихожу Я Записываю Видео Я Иду Спать Поэтому Ребята Часовое Видео У меня Вряд Ли Получится Но Постараюсь Его Сделать Как Можно Дольше Ну В Принципе Я Скажу Вам Человеческое Спасибо Потому Что Это Реально Будет Для Мне Очень Приятно Если Мы Наберем Еще Сегодня Тысячу Лайков Честно Слово Ребят Я Скажу Большое Спасибо Также Не забываем Оставлять Свои Комментарии Под Этим Видео Ведь Я Общаюсь Со С Подписчиками Там Еще Один Босяндра Прям На Конце Серии Это Круто Я Общаюсь Со С Да Поэтому Это Реально Будет Очень Даже Круто Что Еще Ребята Еще Вы В принципе Можете Даже Добавить Друзья В 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 Спешите Спешите В Нем Принять Участие Ну И Что Самое Главное Всегда Под Конец То Что Не Забываем Вступать В Нашу Большую Дружную Семью Подписчиков Я Действительно Рад Каждому Новому Подписчику Который Подписывается На Мой Канал Я Приглашаю Вас Всех Вступить И Стать Новым Членом Нашей Большой Дружной Семьи Просто Стать А Тот Кто Смотрит Это Видео До Конца То Еще Сейчас Кто Его Досмотрел До Конца Не Перематывал Не Выключал Ребята Тоже Вам Большое Спасибо Потому Что Вы Реально Молодцы Кто Досмотрел Это Еще Один Босс Нафиг Вы Мне Дадите Я Конечно Скажу Вам Спасибо Но Дайте Мне Серию Закончить Мы 30 Серий Подряд Ни Одного Босса Не Встречаем А Тут Два Босса В Последние 30 Секунд Мать Твою Дайте Мне Серию Закончить Это Круто Конечно Но Прям Мистика Какая Ребята Если Вы Досмотрели Это Видео До Конца Как В Предыдущей Серии Дайте Я Клацану Еще Раз Как В Предыдущей Серии Ребята Я Жму Вам Руку Дайте Мне Свою Руку Я Целый Час Ее Смотреть Ребята Спасибо Большое Кто Все Так Смотрел Но Вот Сейчас Назавалим Эту Этого Босса Флаффи Красного На себе Так Я Не знаю Я Боюсь Я Боюсь Эволюционировать Эмфороса Да Да Я Первый Раз Радуюсь То Что Эмфорос Не Эволюционировал Почему Потому Что Я Серий Он Так Им И Остался Ребята Всем Спасибо За Просмотр Желаю Удачи Тем Кто Смотрел Присто Тем Кто Смотрел Это Видео Тем Кто Еще Сейчас Это Смотрит Ребята Еще Раз Всем Спасибо За Просмотр Всем Удачи Всем Пока